обращаю ваше внимание еще раз на технику безопасного обращения с оружием посмотрите внимательно если бы я был бы на рубеже 11 то как бы после окончания выстрела я вытащил пистолет может туда пойти как бы это не имеет значения но вы стрельбы то проводятся групповые рядом еще несколько человек и значит вот положение оружия в этой плоскости я работаю если мне надо обернуться и у команду или кто-то не позвал или еще пистолет у меня остается на месте я возле пистолета вращаясь вокруг пистолета смотрю отвечая на вопросы как только человек начинает вращаться с оружием все это очень плохо на любых мероприятиях стрелковых упаси бог человек отстрелял подтянул да вот так сделал все это уже считается нарушением правил безопасности значит четко 1 видите 23 оружие никуда не вращается только в этой плоскости и посмотрите еще один интересный момент я подошел на близкое расстояние к мишени отстрелял произвел выстрел пистолет стал на задержку мне это надо возвращаться обратно туда к слушателям я что делаю 1 2 повернулся и только тогда я его кладу за пояс или в кабуру а не так что отстрелял взял развернулся щелкнул в сторону слушателей и как бы на них фактически полчаса наружу направлял значит еще раз раз два три все или раз и пошел вернулся положил и теперь поговорим об таком моменте многие люди отстреля в тире после выстрела пистолет остается в таком положении он становится на затор на задержку я подтягиваю оружие к себе посмотрите внимательно вытаскиваю магазин кладу под мизинец в этот же момент я снимаю затворные задержки и работают только предохранителем почему еще раз объясняю сейчас еще раз делаю это после выстрела пистолет становится на затворную задержку но у некоторых людей есть такая особенность вот этого пальца прихвате вот этого у них вот этот палец чуть-чуть поджимать затворную задержку понимаете и после окончания стрельбы после окончания стрельбы пистолет остается вот в таком положении заметили то есть у нас два положения что человек отстрелял тем самым немножко здесь шевельнул затворную задержку это на стрельбах вот с 15 человек обязательно вот так получается многие почему-то думаешь это неисправность оружия на самом деле я беру стреляю меня становится на затворную задержку он стреляет но выясняется что палец виноват значит мои действия из такого положения я достаю магазин ставлю на затворную задержку снимаю и только предохранителем заметили в какой плоскости я работаю то есть пистолет у меня сейчас будет направлен в сторону мишени условно на окно час да я как бы сам двигаюсь общаясь разговариваю пистолет у меня вот так вот не ходит я вокруг пистолета хожу его как зафиксировал этом положении теперь еще раз посмотрим я произвел выстрел я подтянул магазин воткнул стрельбу закончил еще раз следующий этап это когда после выстрела у нас оказалось вот такое положение сразу идет извлечение магазина посмотреть один движением раз ставится снова на затворную задержку и из раз два все безопасное обращение с оружием еще раз повторяю правило трех нет не направляй не досылай патрон патронник без надобности и нигде не оставлять своего оружия